Добрый день! Тейбл Ток с Александром Геннисом. В пражской студии Иван Толстой. Мой собеседник Александр Геннис в Нью-Йорке. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Иван. Рад вас слушать. Фильмы, литература, Нью-Йорк. Мы беседуем через океан между Европой и Америкой о новом и о привычном. Александр, что нового в Нью-Йорке? О чем говорит сегодня Америка? Она не говорит, она кричит. Она кричит, она плачет, она смеется. Идет суд над бывшим президентом Трампом. Знаете, в Нью-Йорке трудно представить себе что-то более важное и, я бы сказал, такое суетливое, потому что у всех есть свое мнение по поводу Трампа. И сейчас, прямо в эти дни, происходит гигантский общенациональный юридический ликбез. Все имеют свой интерес к этому процессу. И я, например, узнал массу нового. Каждый день мы узнаем новое о процедуре суда. И чем больше я об этом узнаю, тем больше я уважаю независимый суд. Знаете, я уже повторяю эту историю сто раз, но мне очень нравится, когда приехал американский профессор в Россию, конечно, до войны было, чтобы помочь построить вот такую силиконовую долину в России. И сказали, что первым делом надо сделать. Он говорит, завести независимый суд. Он говорит, в чем тут суд? Мы говорим про экономику, про кибернетику, про что угодно, но не про суд же. Он говорит, вот вы хотите получить молоко без коровы. Вот независимый суд это и есть та самая корова, которая питает американскую демократию. Вы увидели, как выбирали присяжных. Оказывается, присяжным задают 30-40 вопросов, прежде чем они могут заняться своим делом. Вопросы такие, например, какое у вас хобби? Какие газеты вы читаете? Но ни в коем случае нельзя спрашивать, за какую партию вы голосуете. Короче говоря, это ужасно интересный процесс. И, конечно, у всех свое мнение по этому поводу. Например, у Трампа. Трамп сказал, что он невинная жертва. Сравнил себя с Христом Навальным, Манделлой. И сказал, что когда он ходит в здание суда, то полицейские рыдают от жалости к Трампу. Вы знаете, это такая получается то ли драма, то ли комедия, то ли аттракцион. Но все не так просто. Вы знаете, я все время пытаюсь понять людей, которые придерживаются противоположных взглядов. И недавно, в разгар этого процесса, я поехал. Это всего полтора часа езды от Нью-Йорка. Но это Нью-Джерси такое глухое, Нью-Джерси провинциальное. Это Трамп-Лэнд. Это там, где живут трамписты. И я посмотрел на этот мир. У каждого дома написано, голосуйте за Трампа, Байден должен гореть в аду и так далее. Но я посмотрел, какая тишина, покой, подстриженные лужайки, ухоженные дети, школа, как дворец съездов. И спортивные площадки. Какая-то такая вся чистая провинциальная Америка. Я думаю, что же они находят в Трампе? И знаете, мне кажется, что я вижу их глазами Америку. Это в первую очередь недоверие к своему правительству, недоверие к Вашингтону, недоверие к властям, которые заставляют их жить не так, как они хотят. Ну, например, мне кажется, очень влиятельная в Америке партия родителей, которым страшно не нравится то, что происходит в американских школах, когда маленьким детям объясняют, что все белые дети привилегированы. И они должны объясниться в классе с цветными детьми о том, в чем заключается привилегия этих детей, которые растут в белых семьях. И я представляю себе, как это может раздражать. И вот Трамп – это такой выразитель протеста. Я бы сказал, что это американский жириновский. Можно ли себе психологически представить президента, сидящего в тюрьме и из узилища, управляющего страной, и тем самым управляющего своими охранниками? Это очень сложная проблема, потому что, сидя в тюрьме, он не может править государством. Значит, что-то тут не так. Никто не знает этого ответа. Если бы вы знали, сейчас золотое время для юристов, которые все практикуют какую-то теорию ту или другую. И уже говорят о том, как, если его посадить в тюрьму, а посадить его в тюрьму могут в любой момент, потому что он не подчиняется распоряжениям судей, и его штрафуют, ну, штраф, конечно, это ничто, но, в конце концов, его могут посадить на 30 дней в тюрьму. И спрашивается, что будут делать секретные агенты, которые его охраняют. Они тоже будут сидеть в тюрьме вместе с ним. Ну, хорошо. Дело Трампа, в конце концов, это политика и социология. А есть и тихие заводи, культурно-исторические. Ведь Нью-Йорку недавно исполнилось 400 лет, не так ли? В Нью-Йорке, в Америке вообще это имеет какое-то значение? Обсуждается ли такая юбилейная дата? Без всякого сомнения, 400-летие Нью-Йорка, вернее, нового Амстрадама, который стал потом Нью-Йорком, это очень важная дата в истории всей Америки, потому что Голландия того времени была примером для политического и социального строя страны. Вы знаете, к XVIII веку жители Амстрадама были четыре раза богаче жителей Парижа. Тоннаж торгового флота голландского был больше, чем тоннаж всех стран Западной Европы. И это значит, что вот этот голландский пример, он оказал очень важную роль, сыграл в американской истории. В первую очередь потому, что заимствовали у голландцев их ценности, стабильность, эгалитарность, запрет на роскошь, децентрализация. Все это были свойства голландского государства. И интересно, что в XIX веке в Голландии не было памятников героям голландским на конях, считалось, что это нескромно. И вот это вот, я бы сказал, протестантские ценности, которые лежат в основе Америки до сих пор, оказали важную роль. Знаете, до сих пор у нас музей Метрополитен полон голландских картин, потому что основатели музея Метрополитен были протестантами, которым очень нравилось голландское прошлое. И они собрали великолепную коллекцию, у нас лучший ребран, по-моему, за пределами Европы. И характерно, что на этих портретах видно, что такое роскошь для Голландии. Это филантропия. Нельзя хвастаться богатством, но нужно хвастаться филантропией. Нельзя носить разноцветные одежды, шелка богатые, но можно носить черные одежды. Будет 20 оттенков черного на этих одеждах. Это очень любопытно. И все картины должны быть доступны простому народу. Дело в том, что в Голландии даже в крестьянских домах висели картины. Эта страна была совершенно одержима своей живописью. И поэтому музей Метрополитен до сих пор практически бесплатный. Для того, чтобы жителям Нью-Йорка попасть в Метрополитен, нужно что-то заплатить. Можно 1 цент, можно 10 центов, можно доллар, можно 100 долларов. Сколько хотите платите. Правда, только жителям Нью-Йорка за пределами уже, к сожалению, подняли эти цены. Вы должны платить за билеты. Но это говорит тоже об этом демократизме Голландии. И, наконец, что же осталось от Голландии сегодня? В Нью-Йорке. Но несколько названий. В памяти о первом губернаторе голландском Стайлисенте. Его именем названа лучшая школа в Нью-Йорке. И не осталось дерева, под которым была свершена знаменитая сделка, когда голландцы купили у индейцев Ленапе этот остров. Дерево, к сожалению, исчезло. Оно сгнило и упало еще в 1934 году. Но камень на этом месте стоит до сих пор. И там доска, где выбита вся эта история. Индейцы в Ленапе и их отношениях с голландцами. И сейчас все спорят, обманули голландцы индейцев. Или не обманули. Сложный вопрос. Потому что они им дали бисер, которого не было во всем новом свете. Это было дороже, чем что бы то ни было. Потому что это был уникальный товар. А индейцы не дорожили Манхэттеном, потому что полотистая земля, каменистая. Ничего хорошего там нет, кроме одного ручья, где можно собирать моллюски. Ручей этот называется теперь Бродвей. Вот это все, что осталось нам от голландцев, не считая, конечно, пончиков. Потому что все американские донатс, которые едят каждый клерк утром с кофе, это все следы голландской кухни. Обильные и вкусные. В эфире подкаст «Тейбл Ток» с Александром Геннисом. В студии Иван Толстой. Фабрика кино. Одному из самых американских актеров Голливуда Марлону Бранду исполнилось 100 лет. Что значит он для такого преданного кинозрителя, как Александр Геннис? В первую очередь, это значит для меня, что человека не было более темпераментного в истории искусства вообще. Мне трудно представить себе. Разве что Дионисий был такой уже. Дионис. Но представить себе человека, у которого было бы больше сырых эмоций, я не могу. Знаете, есть очень интересная история о том, как Марлелла Бранда, как вы произносите на американский манер, в России мы говорили Брандо, да? Его хотели пригласить на роль крестного отца. Но это было очень сложно сделать, потому что у него был оберзительный характер. И вообще его очень не любили режиссеры, потому что он путал строчки, собачился из-за сценария, все время чем-то был недоволен. У него был очень мерзкий характер. В то время он был уже безумно знаменитым. И все-таки Коппола решил его попробовать. Они завели актера в комнату, где были спрятаны камеры. И оставили его одного. И вот он достал расческу и стал расчесываться. Вот и все. Но когда они посмотрели на пленку, это выяснилось, что это не расчесывается актер, а это лев в ненадежной клетке. Настолько он был страшен и опасен. Чувствовалась в нем такая могучая сила, такой брезенс, то, что называется, в Америке, что на это было страшно смотреть. Вы знаете, я очень люблю фильмы с Марлеллом Бранду. Я считаю, что это абсолютно гениальный актер. Вернее, один считается, что это лучший актер 20 века по многим спискам. Но есть фильмы, которые я никогда не видел. Я видел, конечно, «Апокалипсис сегодня». Я видел, конечно, «Крестного отца». И «Баунти» замечательный фильм. Много чего я видал. Мне, конечно, «Трава и желание», по-моему, это лучший его род. Но я никогда не видал фильм «В порту». Он идет на втором месте по популярности из всех фильмов этого актера. И это Илья Казан снял фильм о том, как живут грузчики, докеры в порту. Порт находится в городе Хабокин, куда я езжу на велосипеде через день. И там до сих пор все те места, которые выведены в фильме, я их могу узнать, потому что там очень тщательно охраняется старина. Там есть и бары, где все это происходило, и набережная, и видно Нью-Йорк. Я поразился этому фильму. Он получил 8 «Оскаров». И он очень знаменит в истории американского кино. О чем этот фильм? Вы не представляете себе, как он чрезвычайно похож на книгу «Горького мать». Это речь идет о рабочем, который сначала не понимает докера. Рабочий, пролетарий. Сначала он не понимает, что такое настоящая борьба, а потом понимает. И все кончается тем, что он уводит всех докеров, остальных, на стачку. Это очень похоже на «Горького». Но мы, конечно, понимаем этот фильм совершенно иначе, потому что мы смотрим сквозь русские очки, сквозь очки советской школы, где нас мучили этим романом. Американцы этот фильм совершенно другого. Дело в том, что Илья Казан предал своих товарищей и во времена маккартизма донес на своих друзей коммунистов. Он сам был коммунистом в свое время. И это предательство ему никогда не простили. Так вот о чем же фильм? Фильм о том, можно ли стучать или нельзя. Вот на самом деле потайная история этой картины. И выясняется, что можно, если это ради доброго дела. Но все это оказалось достаточно двусмысленно. И когда Илья Казану давали «Оскара» по совокупности заслуг, то большая часть зала не аплодировала. И мы так и не простили вот тех самых событий. Но Морлон Бордо тут ни при чем. Он, конечно, совершенно замечательно выглядит в этом фильме. Нельзя оторвать от него взгляда. Знаете, актеры, тема интересная, что их творчество, их гений не объясним. Вот на каких-то актеров можно смотреть сколько угодно, а какие-то надоедают через две секунды. Я думаю, у русских, например, в русском кино. Смогтуновский. Смогтуновский можно смотреть всегда. И вообще, конечно, в российском кино было много таких актеров. Но Бордо был, наверное, самым интенсивным, здесь хорошее слово, интенсивным актером. Вот это вот и есть то, ради чего его звали в фильме. Это и есть то, чем он остался в истории кино. Любопытно, что даже игра Марлона Бранда в почти пролетарском, по-горькому фильме, в порту не помогла Марлона Бранда пробраться на советские экраны широко. И очень мало фильмов его видел советский зритель. Ну, погоня была. Но много ли можно назвать закрытыми экранами, конечно, что-то шло. Книги у нашего изголовья, в то время, когда в России раз за разом, шаг за шагом запрещают все больше и больше книг и авторов, в Америке те же самые авторы разгуливают, если не физически перед своими читателями, то, по крайней мере, виртуально на экранах. Я имею в виду, конечно, Владимира Сорокина, который был забанен, его последний роман «Наследие» был забанен в России, хотел сказать, в СССР, ну, почти как в СССР. А между тем, вы недавно участвовали в некой презентации, Александр, где Сорокин тоже присутствовал. Сорокин присутствовал виртуально, через Zoom, но событие это было очень важное. Я никогда не видал столько старых знакомых, как в этот раз, потому что все пришли в эту маленькую галерею на юге Манхэттена, чтобы посмотреть на вернисаж, устроенный Сорокином и Германом, который показывал очень интересные работы. Это картины, созданные в сотрудничестве с искусственным интеллектом. Как я понимаю, Сорокин говорил, что нарисовать, а искусственный интеллект это рисовал. И все это такая экранизация, импровизация, иллюстрация к его книге «Голубое сало». Знаете, я о Сорокине пишу с 1984 года. Я писал о каждой его книге, считаю его замечательным писателем. Более того, я считаю, что это главный кандидат в Нобелевской премии русских сегодня, и это именно он. И Сорокину мешало то, что его мало знали на Западе. Причем интересно, я говорил об этом с Володей, он сказал, что его хорошо знают в тех странах, где был тоталитарный опыт. В Японии, в Германии, в Австрии, но не в Америке. И вот сейчас все это изменилось коренным образом благодаря одному человеку, в сущности. Есть такой переводчик Макс Лоутон, который прочитал ту самую книгу «Голубое сало» и решил, что он должен переводить Сорокина. И вот он сейчас перевел весь канон Сорокина, и он издается в Америке. И Сорокина знает все больше и больше в Америке. Это большое событие для русской литературы. На этом вернисаже было очень интересно смотреть, как американцы смотрят на картины Сорокина и покупают его книги, которые там же продавались на английском языке «Голубое сало». Понимаете, это интересная история. Ведь что такое «Голубое сало»? Это дух, ставший плотью. То есть речь идет о том, как где-то в будущем из клонов знаменитых русских писателей выращивают некую субстанцию «Голубое сало». Это «Голубое сало», оно присутствует на всех работах на этом вернисаже. Дело в том, что Сорокин написал эту книгу на рубеже веков. Но, как всегда, он смотрит в будущее. И когда я вижу, как там работают, на этих картинах Толстой, Достоевский, Чехов, я думаю о том, что Сорокин предсказал нынешнюю ситуацию, когда путинский режим пытается использовать русскую классику как ресурс в войне с Украиной. Толстого подверстали туда. Крымская война, значит, Крым наш. Бродского, вне зависимости от Украины. Пушкина к летникам России. То есть всю русскую классику пытаются превратить тоталитарные писатели, которые поддерживают Путина. И вот это предсказал Сорокин четверть века назад, конечно, правителям. Интересно и другое, что сама по себе идея сотрудничества человека с машиной, с искусственным интеллектом, кажется довольно пугающей, правда? Ну, как это вдруг у нас отбирает то, чем отличаемся от машины? Творчество. Но, вы знаете, так было всегда. Когда в 19 веке появился фотоаппарат, то это был жуткий удар по художникам, по живописцам. Это был вызов, на который нужно было ответить. Появилась нефигуративная живопись. И вот фотоаппарат не мог ее заменить. Когда появилось кино, это был жуткий удар по театру. Потому что, ну, какой театр нужен, когда все можно показать в гиперреалистическом таком искусстве, как кинематограф? Но вместо этого появился скупой театр. Театр Бекета, театр абсурда. И он противостоял кино. И вот я думаю, что вызов искусственного интеллекта приведет к каким-то новым видам искусства. Мы не знаем, каким. Но что-то должно произойти такое, чем человек оправдает свое существование перед машиной. По-моему, это очень интересно наблюдать, как это происходит прямо на наших глазах. Да, это крайне интересно, когда человечество думает о каких-то новых формах существования и самопрезентации, и освоения окружающего мира, в то время, когда в такой, казалось бы, стране, которая двигалась семимильными шагами вслед за моднейшей, современнейшей, интереснейшей технологией и достижениями, я имею в виду, конечно, Россию, в ней все скатывается в какие-то совершенно лютые, средневековые, неправдоподобные, кошмарные времена. Выходит книга, посвященная знаменитому кинорежиссеру Позолине, и в ней некоторые страницы, некоторые строки замазаны черной краской. А Борис Куприянов, известный эссеист и книготорговец, выпускает остроумнейшую из всех рецензий, которую я за последние годы читал. Он выпускает рецензию, в которой всего несколько слов. Все остальное замазано черной краской. И ты не знаешь, плакать или смеяться от такой находки. По-моему, каждый критик хотел бы выпустить такую рецензию, но это можно, естественно, из остроумия сделать только один раз в жизни. Знаете, меня жена спрашивает, кто купит такую книжку? Я говорю, я бы купил, потому что это книжка уникальная. Это музей террора интеллектуального, экспонат для будущего музея. В Фейсбуке все уже кинулись покупать. Книга, кажется, стала дефицитом, потому что это такой артефакт невероятный. Но невероятный, потому что все надеются, что нормальные времена вернутся. Я, по крайней мере, надеюсь. В эфире подкаст «Тейбл Ток» с Александром Геннисом. В студии Иван Толстой. Наша следующая рубрика у нас в Нью-Йорке. На апрель пришлось несколько юбилеев. Один из них – это «80 лет» Соломону Волкову, музыковеду, писателю, многолетнему участнику программы «Радио Свобода» и соведущему вместе с вами, Александр, программы «Поверх барьеров». В чем оригинальность Соломона Волкова, по-вашему? Я Соломона знаю больше 40 лет. Работал с ним больше 20 лет, наверное, может, 30, я уже не помню. Это было бесконечное количество лет, и мы ни разу в жизни не поспорили. Это не значит, что у нас не было разногласий. Еще как? Но это были творческие разногласия. И Соломон очень терпимый человек. Это, по-моему, совершенно замечательное качество. И в чем его своеобразие? Заключается в том, что, во-первых, Соломон знает всех. Начиная от Баха и кончая Шостаковичем. А может быть, еще и дальше. И вот это интимное знание творческих людей, по-моему, делает его совершенно замечательным собеседником. Причем не моим собеседником, а всех собеседников. Его лучшие книги – это беседы с Бродским, например. Без этой книги мы не можем себе представить уже Бродского. Это такой Герман современный. Соломон не любит, когда сравнивается с Германом. Но я очень люблю книгу Германа, поэтому все равно это сделаю. И он умудряется говорить с людьми о том, что им интересно. Не ему, а им интересно. Я помню, я его расспрашивал, как он это делает. Он говорит, это страшная подготовка. Каждый раз, когда он приходил к Бродскому записывать очередную сессию разговора, он говорит, что у меня кровь из нас ошла от усталости, от ужаса, потому что разговаривать на таком уровне очень трудно. Я знаю это по собственному опыту. Я когда разговаривал с Бродскими, я потел от ужаса, потому что догнать его мысли очень трудно. Но Соломону это удается. Вот посмотрите, например, какой замечательный он сделал диалог с Итушенкой. Ведь это поразительно. Он написал книгу диалогов с Бродскими. Он написал книгу диалогов с Итушенкой. Это враги, противники. Но уважение к тому и другому позволило сделать эти замечательные книги, которые необходимы русской культуре. Ну и еще одно. Вы знаете, мы же говорим о музыке. А что значит говорить о музыке? Как петь о 22-м съезде? Это что-то такое непонятное. Как можно говорить о музыке? Ну о музыке можно говорить, как можно говорить о вкусе вина, например. И Соломон умудряется всегда говорить о музыке так, что это понятно такому простому человеку, как я, который не знает нодной грамоты. Но тем не менее я за эти годы стал меломаном из-за него. Потому что он меня все время подбеждал в том, какая красота портета Шостаковича. Или как изумительно музыканты интерпретируют реальность, например, мусоргский. И это так было всегда интересно, что мы, когда разговаривали, часто забывали про микрофон вообще. Потому что это были образовательные беседы. И вот этот вот разговорный жанр Соломона Волкова сделал его незаменимым артефактом российской культуры. В апреле был еще один грандиозный юбилей, 125 лет со дня рождения Владимира Набокова. Александр, вы уехали в эмиграцию в 1977 году. И Набоков был еще жив или только-только скончался. Но тем не менее в середине 70-х набоковские книги ходили по рукам в Советском Союзе. Удалось ли вам за хвост их ухватить еще в Риге? Самая по себе замечательная история, потому что эту книгу дал мне человек по фамилии Маркузов. племянька того самого Маркузов. Я ему очень благодарен. Теперь об этом можно рассказать. Раньше было все опасно в советское время. От него мы получали весь самоздат. Не весь, но, во всяком случае, очень много. Дело в том, что Маркузов был студентом медицинского факультета в Риге. Но учился в Италии. В 1940 году он приехал навестить маму с папой. Тут ему и дали 10 лет. Ну, он сидел 10 лет, стал протезистом в лагере. Замечательный человек. И вот через него мы получали всю редкость самоздата, в том числе Лолиту Набокова. Эта книжка на меня произвела очень странное впечатление. Потому что я, конечно, слышал про Набокова. Я совершенно не представлял себя, о чем и как он пишет. Мы думали, что Набоков – это Бунин. Ну, это второй Бунин такой. Миграция, ностальгия и так далее. Но Лолита ничего вообще с этим, конечно, не имеет. Интересная моя реакция была в том смысле, что все мы тогда увлекались Америкой. Хотели ее узнать как можно ближе. Я прочитал Лолиту и не видал Америки там вообще. В то время была книжка модная «Путешествие с Чарли в поисках Америки» с Тейнбекой. Вот по этой книжке мы изучали Америку. Вот как она живет, какие там люди, как это выглядит. У Набокова все действие происходит нигде. Это не в Америке и ни в одной другой стране. Это происходит в мотелях в основном, где они предавались беззаконной страсти. И когда я приехал в Америку и прочитал «Лолита уже здесь», я понял, у меня осталось точно такое же впечатление. Это искусственная страна, которой никогда нигде не было. И это характерно для Набокова в целом, потому что в нем есть некий герметизм такой. У меня есть товарищ американский писатель южноафриканского происхождения. Я говорю, на каком языке пишет Набоков? На американском? Английском? На европейском? Английском? На английском? Английском? Знаете, все разные вещи. Особенно у человека из Южной Африки, у которого свой английский язык. Он говорит, Набоков пишет на языке, который у него существует. Это набоковский язык, набоковская страна, набоковские герои. И именно поэтому Набоков – это свой генерис. Он нигде. Это вот его нигдешность. Она представляет особый интерес для и американского, и русского читателя. Интересно, что у Бродского была точно такая же история. Я спрашивал его студентов, как английский язык русского. О, говорит, замечательно. Ничего общего не имеет с английским языком, конечно, но это замечательный английский язык. Он расширил английский язык. И вот Набоков создал свою Америку, свой английский язык. Он в письме сестре однажды написал, говорит, Америка – замечательная страна. И добавил, для пикников. Интересно, что Лолиту он писал в мотелях. Они ездили с женой по Америке, Лоли Бабочек, а по вечерам он забирался в машину и на карточках писал свою Лолиту. И вот это вот отразилось Америкой именно вот теми мотелями, которые все как-то немножко не похожи. В разных штатах разные мотели. Но, в общем, в принципе, это страна гостиниц, а не страна, в которой его можно узнать. И с Лолитой у меня такие отношения остались. Сложные и непонятные. Эта книга загадочная. И она загадочна была для самого Набокова, во всяком случае, по его словам. Он сказал, если бы я знал, что эта книга, она делает столько шума, то я бы сделал Лолиту коровой или велосипедом. Я думаю, что он, конечно, и кривил душой. В Нью-Йорке прошел вечер, посвященный известному в свое время журналу «Время и мы». Почему я вас об этом спрашиваю? Потому что существует один из номеров, 79-го, если я не путаю, года, на обложке которого вы изображены, сняты вместе с вашим соавтором Петром Вайлем. Какие вы здесь молодые. Не то слово. Кто сделал этот снимок? Мариана Волкова, конечно. Мариана Волкова – лучший фотограф наш. И она снимала и в этой подборке. Там есть масса фотографий из Брайтон-Бич, которые тоже сделала Мариана. Там очень есть милые фотографии. Если вы найдете, там написано. Наши статистические кино Брайтон-Бич фотографируются около фанерного волка из мультфильма «Ну, погоди». То есть можно уехать в Америку, но нельзя не взять с собой мультсоветские мультфильмы. Конечно. Паста помарин всегда вас догонит на Брайтон-Бич. Это верно. И беляши. Скажите, журнал «Время и мы» пережил свое время или остался там в истории эмиграции? Знаете, он подает нам пример сегодняшней эмиграции. Релакант там, как теперь это называется. И, по-моему, это очень важный юбилей. Я участвовал в этих торжествах, так сказать, потому что семья Перельмана, водова, его дочка, его внучки, все участвовали в этом празднике. И там были представлены обложки журналов «Время и мы», которые не случайно дорогие, потому что их делал Вагрич Бочинян. Потому что, конечно, обложки Вагрича Бочиняна – это отдельное достояние культуры. Но самое интересное, что пример Перельмана, который выпустил 250 журналов, это номеров, это, вы знаете, подвиг издательский. Он о чем говорит? О том, что как устроена эмигрантская литература. Я говорю об этом с горечью, потому что мы-то думали, что в Польше нет эмигрантской литературы, что вся литература вместе соединилась, чтобы стать просто русской литературой. Ничего подобного. Сейчас мы видим, что все откатывается назад, и литература эмигрантская еще как стала важна. И урок «Время и мы» был очень важен, потому что эмигрантская литература началась с того, что печатали все, что запрещено было печатать в России. Понятно, политическая литература. Ну, понятно, что с Луженицына надо печатать, а не эстетские шутки. Но скоро это время кончилось, напечатали все. И тогда возникла эстетическая потребность в том, чтобы эмигрантская литература существовала самостоятельно, с моим собственным законом. И Перельман очень остро почувствовал эту потребность. Поэтому у него печатались все. Слава Довлатова началась с Перельмана. Его рассказы печатались во время «Мы постоянно». И мы с Валеном там печатали все время. Потому что это была политически неангажированная литература. И такая она должна быть, потому что это и есть альтернатива и цензурной, и бессензурной литературы. Это просто литература. И вот Перельман именно этим и занимался в своем журнале. Я думаю, что его пример, как сегодня, когда появляются прямо растут грибы, вырастут новые издательства, новые журналы. Вся та важная литературная жизнь, литературный быт наш опять вернулся к третьей волне. И поэтому я с радостью поздравлял всех, кто еще не знает Перельмана. И хочу сказать, что все его номера доступны в интернете. Можно прочитать каждый номер и узнать массу интересных из этих совершенно исторически важных журналов. Спасибо, Александр. Это был новый выпуск подкаста «Тейбл Ток» с Александром Гиннесом. Режиссер Юлия Голубева, ведущий Иван Толстой. Всего доброго, Александр. До свидания. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В этом году исполняется 150 лет со времени восстановления бурбонов на испанском престоле после шести лет изгнания. Королевской династии, которая до сих пор царствует в Испании. Конец шестидесятых, первая половина семидесятых годов девятнадцатого столетия были полны в Испании бурными событиями, заговорами, военными мятежами, гражданскими войнами, неразберихой в правящих кругах, тяготами народа. Восстановить мир и согласие удалось лишь благодаря политическим реформам, которые, в частности, подразумевали и возвращение исторической династии. Этим преобразованием, по свидетельству Испанской Королевской Академии Истории, страна была во многом обязана хрупкой и миловидной женщине, герцогине де Сесто, урожденной княжне Софье Сергеевне Трубецкой. Как россиянка оказалась в водовороте испанской политики и в чем именно заключалась ее роль, рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий. Софья Трубецкая родилась в 1838 году в Петербурге. Ее матерью была фрейлина Екатерина Мусина-Пушкина, фаворитка императора Николая Павловича. Он и считается отцом Софьи, хотя незадолго до ее появления на свет мать девочки была выдана замуж за князя Сергея Трубецкого. Воспитывалась юная княжна в Париже, где жила с матерью, поскольку брак Мусиной-Пушкиной с Трубецким фактически распался сразу же после рождения дочери. В 14 лет Софья вернулась в Петербург, где училась в Екатерининском институте благородных девиц. В 18 лет она вышла замуж за французского посланника герцога Шарля де Морни, сводного брата императора Наполеона III. Морни был старше своей избранницы на 27 лет. В браке родилось четверо детей. Софья, по воспоминаниям современников, обладала необычайной красотой и блестящим умом. Испанская Академия Истории называет ее одной из самых красивых и элегантных европейских женщин 19-го столетия. А испанская королева Изабелла II в свое время отзывалась о ней как о самой очаровательной среди своих знакомых светских дам. Кроме того, россиянка отличалась различными талантами. К примеру, на основанном ее супругом в морском курорте Довиль в Нормандии спроектировала Приморский променад. Там же в Довиле, овдовев и выдержав трехлетний траур, Софья познакомилась со своим вторым супругом, испанцем Хосео Сорьо, герцогом де Сесто. Герцог жил во Франции при находившейся в то время в изгнании королеве Изабелли и ее сыне Альфонси, которых содержал за свой счет. Будучи убежденным монархистом, он являлся ближайшим другом королевы и официальным наставником принца. Софья полностью разделяла политические взгляды супруга. Ну а в самой Испании ситуация в те времена складывалась непростая. О ней рассказывает историк Хавьер Морилья. Речь идет о бурном периоде в истории страны, который продолжался с 1868 по 1874 год. Он продемонстрировал, что даже наилучшие политические прожекты могут порой привести к многочисленным бедствиям. В этот период, получивший название демократического или революционного шестилетия, в Испании была сделана неудачная попытка внедрить почти все формы политического устройства, известные в 19 столетии. У нас была парламентская монархия, была республика с централизованным управлением, как во Франции, была республика с федеративным устройством, как в США. Затем вспыхнул мятеж в пользу установления кантонального строя, по примеру, Швейцарии. Ну а некоторые районы страны усилиями сторонников так называемой Корлийской линии в династии Бурбонов вернулись к старой абсолютистской системе. Не обошлось и безвоенной диктатуры, которая ненадолго сменила парламентскую республику. И все это в атмосфере экономического кризиса, насилия, политического хаоса, бедственного положения народа. В отдельные периоды революционного шестилетия страна участвовала сразу в трех кровопролитных войнах. Речь шла о войне за независимость на Кубе, которая в то время принадлежала Испании, о войне с королистами и войне республиканцев-федералистов с кантоналистами. О подобном трагическом ходе событий никто и не подозревал в 1868 году, когда праздновалось изгнание королевы Изабеллы в ходе революции, получившей в народе название «Славной». В эту атмосферу окунулся герцог Десесто и его русская супруга, оказавшаяся после свадьбы в Испании. Как отмечает Королевская академия истории, герцог пользовался авторитетом среди мадридских аристократов, а его жена буквально в считанные дни завоевала, благодаря своему обаянию, образованности и прекрасным манерам, сердца светских дам, сделалась законодательницей модой. Она устраивала в своем дворце женские поэтические музыкальные вечера, ввела в Испании традицию рождественской елки, которой до нее не существовало. Первая такая елка, украшенная свечами и яблоками, была установлена герцогеней в Рождество 1870 года и вызвала восторг у испанцев. Попасть на вечер к Софье Сергеевне было огромной честью для любой столичной аристократки. И, разумеется, приглашались далеко не все, а лишь единомышленницы, сторонницы восстановления на троне династии бурбонов. Только так, по мнению герцога и герцогини де Сесто, в тогдашних исторических условиях можно было вернуться в Испании к нормальной жизни. Забегая вперед, отметим, что дальнейшее развитие событий подтвердило их правоту. Вместе с тем, в отличие от многих испанских монархистов, де Сесто, несмотря на свои близкие отношения с королевой, возражали против ее возвращения на трон. Их кандидатом был принц Альфонс. Дело в том, что Изабелла была непопулярна в Испании. Вот что об этом говорит Авиер Морилья. Радость по поводу свержения Изабеллы объясняется тем, что ее режим полностью себя изжил. Правительственные кабинеты при ней не менялись, как предусматривалось законом в результате парламентских выборов, а лишь как следствие дворцовых заговоров и мятежей военных. Королева принимала в них участие, чтобы привести к власти своих очередных любимцев. Активным вмешательством в политику она превышала установленные для монархии полномочия. К тому же давала повод для обвинений в свой адрес за промахи того или иного министра. К этому следует добавить, что экономический бум конца 50-х, 60-х годов сопровождался быстрым обогащением элиты и невиданной доселе коррупцией, особенно в среде близко к королеве, включая ее родственников. Коррупцию испанцы припомнили Изабелле, когда бум сменился кризисом во второй половине 60-х годов. Все это и обернулось против королевы и системы ее правления. После революции 1868 года страной в течение нескольких лет руководило Временное правительство. В соответствии с новой конституцией Испания по-прежнему оставалась монархией, но о бурбонах речь не шла. Власти срочно искали в Европе для замены иную династию и в конце концов нашли. На трон был приглашен член итальянского королевского дома. Однако этот выбор большинству испанцев не понравился. И не потому, что итальянец, по своим персональным данным, не годился в монархии, а лишь потому, что он был чужаком-иностранцем. Рассказывает историк Долорес Приету. После бесконечных сессий, дебатов и голосований в парламенте Кортесах новым королем был избран итальянский принц Амадей Савойский. Король прибыл в Мадрид в январе 1871 года. За несколько дней до этого был убит неизвестными заговорщиками председатель Совета Министров Хуан Прим, главный инициатор избрания на трон итальянца. Прием, оказанный новому монарху, был холодным. И в прямом, и в переносном смысле. В день его приезда в Мадрид был большой снегопад. Явление для этих мест крайне редкое. Амадея никто не встречал. Кроме того, жители улиц, по которым двигался его кортеж, демонстративно захлопывали ставни. Немногочисленные прохожие выказывали разве что любопытство, и никто не демонстрировал верноподданических чувств. Впрочем, принцу Савойскому пришлось столкнуться не только с неприятием народа. Большинство представителей аристократии тоже было недовольно тем, что на испанский трон взошел иностранец. Аристократия разделилась. Одни поддерживали Карла Бурбона, претендента на престол от корлистов. Но большинство являлось альфонсистами. Последние хотели видеть на троне принца Альфонса. И почти никто из аристократов не поддерживал короля итальянца. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Россиянка, которой испанская монархия обязана троном». Рассказывает Виктор Черецкий. Альфонсистов возглавила Читаде Сесту. И пока герцог занимался вербовкой единомышленников среди высшего дворянства, политиков и военных для борьбы с новой монархией, его супруга Софья объединяла на эту борьбу мадридских аристократок. В качестве отличительного знака для сторонниц принца Софья использовала геральдическую лилию бурбонов. В форме королевской лилии по ее заказу были изготовлены металлические зажимы для волос, которые россиянка щедро раздавала простолюдинкам. Для себя Софья заказала зажим с бриллиантами. Ее примеру последовали и другие аристократки – Долорес Приету. «Признанными лидерами альфонсистов в Испании был герцог де Сеста и его супруга русская княжна Софья Трубецкая. Они вместе с преданными им представителями знати с самого начала старались демонстрировать Амадею свою неприязнь. В этой связи весьма характерен получивший широкую огласку так называемый бунт Монтилий. Дело в том, что среди традиций мадридских аристократок второй половины XIX столетия были вечерние прогулки в конных экипажах по бульвару Пасео-доль-Прадо. Бульвар был обязательным местом, чтобы, как говорится, людей посмотреть и себя показать. Именно там и произошел в марте 1871 года бунт Монтилий. Он был приурочен к приезду жены Амадея в Испанию через три месяца после появления здесь самого короля. Дело в том, что новой королеве Марии Витории никто не был рад. И она буквально с первого дня стала объектом насмешек. Даже ее фамилия Дальпоццо в сочетании с титулом принцесса Делла Чистерна, то есть из колодца и цистерны, вызывала смех испанцев. Мол, водяная королева. Раз так зовется, должна непременно страдать острой формой ревматизма. Но Монтилия – это часть традиционного испанского женского костюма, длинная кружевная вуаль. Она держится на гребне, которая вкалывается в прическу. К 70-м годам 19-го столетия Монтилия уже не использовалась, а мадридские аристократки, следуя европейской моде, носили разного вида шляпки, от простых до самых замысловатых. Идея использовать Монтилию появилась у Софьи и состояла в том, чтобы продемонстрировать королеве, что она чужая среди испанцев. Разумеется, акция должна была быть изысканной, чтобы соответствовать положению участвующих в ней дам. Историк Приетто продолжает. Через два дня после приезда королевы в Мадрид герцог де Сеста устроил прием в своем дворце, расположенном на центральной столичной улице Алкала. На праздник, по случаю именин хозяина, был приглашен весь цвет альфансисской аристократии. Король-итальянец, разумеется, приглашен не был. Прибывшие с мужьями во дворец дамы разработали план, чтобы выразить свое отношение к новой королеве. Они знали, что Мария Виттория собиралась на следующий день совершить свою первую вечернюю прогулку по бульвару по Сео-даль-Прадо. И тоже надумали там прогуляться. Но не как обычно, а облачившись в Монтилии. Ведь Монтилия являлась определенным знаком испанской идентичности. Так что, по мнению аристократок, она подходила для того, чтобы стать символом их неприязни к королевской чете. В назначенный день Софья нарядилась в черное платье и белую мантилью с бриллиантовой королевской лилией, велела подать новую карету с лучшими лошадьми. Но, выехав на бульвар, начинавшийся как раз рядом с ее дворцом, герцогиня убедилась, что первая попытка протестовать не удалась. Из-за непогоды, кроме нее, на бульвар практически никто не выехал. Первый день выдался неудачным. Из-за дождя, который обрушился на Мадрид, на бульвары выехало очень мало экипажей. Не приехала и королева, которая накануне намеревалась это сделать. Но на второй день ситуация изменилась. Герцогиня де Сеста, отправившись на прогулку в сопровождении двух племянниц мужа, обнаружила на бульваре, в отличие от первого дня протеста, огромное количество дам, сторонниц принца Альфонса, одетых в свои лучшие наряды и в бабушкиных, изъятых из сундуков, мантильях. Королева тоже появилась в сопровождении супруга и сына. Ее никто своевременно не предупредил, что мантилья и зажимы для волос – это символы протеста. Увидев, что все дамы в проезжающих мимо каретах наряжены в мантильи, которые показались ей изысканным головным убором, Мария Виттория подумала, что речь идет о мадридской моде. Вдохновленная увиденным, она заявила королю, что на следующий день хотела бы выехать на бульвар в мантилье. Но и тому не суждено было свершиться. Один из министров правительства Амадея рассказал королевской чете, зачем и почему аристократки надели мантильи. Королева почувствовала себя униженной. Любопытно, что в протесте под влиянием Софьи приняли участие не только дамы-альфонсистки, но и корлистки. Правда, вместо лилии они использовали зажимы для волос в форме маргаритки. В честь Маргариты – супруги претендента на престол по корлистской линии. Демонстрацию аристократок приветствовали толпы горожан, собравшихся на бульваре. Софьи и ее соратницы позаботились с помощью прислуги заранее распространить в Мадриде слух о готовящемся протесте. Иная реакция была у немногочисленных сторонников Амадея, его министров и приближенных. Несколько членов правящего кабинета задумали отомстить аристократкам, участвовавшим в бунте Монтилий. Для этого они прибегли к услугам самого отвратительного мадридского персонажа того времени – известного авантюриста, дебошира и пьяницы по имени Филиппе Дукаскаль. Он и придумал, как унизить аристократок. Нанял несколько открытых экипажей и в них усадил уличных проституток в Монтилиях. Девиц сопровождал нанятый комедианта, одетый в цилиндр, с фальшивыми бакенбардами, изображавший герцога де Сеста. Эта компания должна была втереться в кортеж экипажей и изображать аристократок. Однако подобная месть не удалась. Герцог заранее узнал о провокации. Все участницы протеста были своевременно осведомлены. Так что никто из них больше не появился на бульваре ни в тот, ни в последующие дни. Бунт Монтилий стал первым неприятным сюрпризом из всех, что королеве Марии Витории довелось пережить в ходе недолгого царствования ее мужа. Последний из-за враждебности, с которой к нему относились испанцы, также организовавшие покушение на его жизнь, вынужден был отказаться от престола и покинуть страну через два года после своего воцарения. Установление республиканской формы правления, последовавшее после отъезда короля Амадея, не принесло мира и стабильности в испанское общество. Республика просуществовала чуть больше года. За это время сменилось пять правителей, и никто из них не смог справиться с хаосом, царившим в стране. Что же касается Софьи и ее супруга, то они продолжали борьбу за восстановление династии Бурбонов. Кроме того, Софья занималась благотворительностью, в частности ухаживала за пострадавшими в вооруженных конфликтах. И это обеспечило ей еще больший авторитет в мадридском обществе. Ну а королева в изгнании Изабелла II наградила россиянку так называемым Орденом Благородных Дам, которого удостаивались, как правило, лишь жены европейских монархов. На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Россиянка, которой испанская монархия обязана трону», рассказывает Виктор Черецкий. Между тем герцогу Десесту удалось привлечь к борьбе за восстановление Бурбонов своего давнего приятеля, наиболее выдающегося испанского политика той эпохи, Антонио Кановоса дель Кастильо. Шесть раз с перерывами он был главой испанского правительства. Именно Кановосу Испания впоследствии была обязана внедрением системы, позволившей восстановить политическую стабильность и относительно экономическое благополучие. Об этой системе рассказывает историк Гонсало Мартинес. Проект, разработанный Кановосом, основывался на европейской консервативно-либеральной модели. Она отличалась наличием двух основополагающих институтов – конституционной монархии и парламента. Эта система очень походила на существовавшую в Великобритании. Две ведущие партии – либералы и консерваторы – признавали монархию и имели умеренные политические программы. Их периодическая смена у власти происходила цивилизованно в результате выборов, обеспечивая стабильность и гражданский мир. Вместе с тем, подобная двухпартийная система затрудняла приход к власти экстремистов, типа анархистов или королистов. Будучи лидером консерваторов, Кановос убедил главу либералов Пракседеса Матео Сагасту, чтобы он превратился в официального оппозиционера консервативной партии и стал бы ее альтернативой при двухпартийной системе. Кановос назначил герцогиню Софью, женщину, да еще и иностранку своим личным секретарем. Решение по тому времени неординарное. В этом качестве, по выражению Испанской Академии Истории, она стала центральной фигурой в процессе восстановления монархии Бурбонов. Софья принимала участие в подготовке всех важнейших документов той поры. Она обсуждала с шефом их содержание, систематизировала и редактировала порой довольно сумбурные черновики политика, придавала им форму официальных документов. Ну а манифест, в котором Кановос обосновывал необходимость возвращения монархии и провозглашал королем принца Альфонса, Софья перевела и тайно отправила еще до его публикации в Испании императору Александру Второму и государственному канцлеру Александру Горчакову. Один экземпляр отправился в Россию в шляпной коробке, а другой для канцлера в упаковке со знаменитым талецким марципаном. Любопытно, что через некоторое время, когда принц был провозглашен королем Альфонсом XII, Россия одной из первых в Европе признала его в этом качестве, что вызвало удивление европейской дипломатии, поскольку Российская империя традиционно поддерживала лишь королистов. Выполнила россиянка и особо важное задание Кановоса. Она отправилась во Францию и убедила Изабеллу Вторую отказаться от каких-либо претензий на престол в пользу своего сына. Только после этого принц смог стать королем Гонсало Молодой король обладал свойственной бурбоном способностью прямого общения с народом. Этим он завоевал сердца испанцев, которые считали его своим народным монархом. Альфонс регулярно покидал дворец и смешивался с толпой. А если где-то случалось несчастье, он тут же туда отправлялся, чтобы лично разобраться в случившемся и помочь пострадавшим. Некоторые подобные визиты были рекомендованы правительством, другие являлись личной инициативой короля. Так он посетил провинции Мурсию и Аликанте, когда они пострадали от наводнения. В Аранхуэсе Альфонс навестил в лечебнице холерных больных, заранее не предупредив об этом ни свою семью, ни правительство. А ведь ему были строжайше запрещены подобные визиты с учетом его слабого здоровья. Поэтому из поездки в Аранхуэс короля возвращали чуть ли не силой в сопровождении командующего военным округом и местного губернатора. По прибытии в Мадрид под крики «Да здравствует король!» его приветствовали толпы людей. И никто из жителей Мадрида даже не подозревал, что монарху, которому было всего 27 лет, оставалось жить считанные дни. Он страдал тяжелой формой туберкулеза. Добавлю, что Софье пришлось потрудиться и непосредственно в процессе восхождения на престол принца. Дело в том, что Канвас, будучи человеком осторожным, все время откладывал реставрацию монархии, выбирая наиболее подходящий момент. Ну а генерал Арсеньо Мартинес Кампус, тоже близкий друг четый герцогов де Сесто, был нетерпелив. Поэтому в 1874 году, не дожидаясь согласия Канваса, он организовал военный мятеж против республиканского правительства и восстановил монархию. И хотя мятеж, происшедший без единого выстрела, удался, Канвас смертельно обиделся на генерала, и в стране чуть было не разгорелся очередной гражданский конфликт. Софья примирила двух деятелей. А молодой король, прибыв в Мадрид и не успев даже доехать до своего дворца, первым делом отправился с букетом роз к герцогине, чтобы отблагодарить ее за все, что она для него сделала. Герцог де Сесто так и остался наставником Альфонса, был назначен его первым советником. Усилия Канваса и его соратников принесли ожидаемые плоды. В стране прекратились мятежи и гражданские войны. Кроме того, новая двухпартийная система обеспечила стабильность и экономический прогресс. Историк Мартинес. Мир принес с собой экономическое развитие, значительно увеличилось сельскохозяйственное производство, развивалась металлургия и текстильная промышленность, набирала обороты финансовая система. Испания вступила в новую эпоху. Возможно, медленно, но она все же двигалась по пути прогресса. Альфонс XII четко придерживался двухпартийной системы, принятой Кановасом и Сагастой, позволявшей консерваторам и либералам менять друг другу власти. Когда в стране возникал политический кризис, вызванный, к примеру, ошибками правительства, распускался парламент и организовывались выборы. По их результатам формировался новый кабинет министров, представляющий партию, как правило, находившуюся до этого в оппозиции. Такая схема обеспечивала нормальную смену правительств, что позволяло избегать дворцовых заговоров и переворотов, как это было во времена Изабеллы II. Альфонс скончался в 1885 году. Отношения герцога де Сесто и Софьи с его вдовой, назначенной Ригеншей при малолетнем сыне, будущем короле Альфонсе XIII не сложились, поэтому они навсегда покинули королевский двор. Вдова подозревала герцога в том, что он как советник якобы поощрял внебрачные связи Альфонса «супружеские измены». Кроме того, дело реставрации монархии поглотило огромные средства из личного состояния де Сесто – порядка 20 миллионов реалов. Они были вынуждены продать свой роскошный дворец в Мадриде и несколько поместий, переехать в более скромное жилье. Свою российскую супругу герцог пережил на 11 лет. Софья скончалась в 1898 году в возрасте 60 лет от заболевания легких. Врачи утверждали, что одной из причин ее ранней смерти стало пристрастие к курению. И хотя смерть наступила в Мадриде, похоронена россиянка в соответствии со своим завещанием в Париже на кладбище Перлашес. В Испании о ее политической деятельности вспоминают разве что в академических изданиях. Зато довольно часто под Рождество пресса напоминает, что традиции ставить в домах и украшать елку испанцы обязаны именно ей, русской княжне Софье Сергеевне Трубецкой. Россиянка, которой испанская монархия, обязана троном, рассказывал Виктор Черецкий. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстый.